Добрый день, меня зовут Роман Шацких. Почти 10 лет я занимаюсь развитием сетевого бизнеса не только в России, но и в других странах мира. Но речь сегодня пойдет не об этом. Прежде чем я перейду к делу, хочу затронуть два очень важных момента. Первый момент. Скажите огромное человеческое спасибо человеку, который дал вам эту информацию. Вы даже не представляете, что он для вас сделал. Он дал вам эту информацию в тот момент, когда это для вас наиболее выгодно. Если бы он дал ее вам через месяц, через полгода, не дай бог, через год, то вы бы, возможно, уже никогда не получили тех преимуществ, которые можете получить сейчас. Более того, возможно, вы бы вообще ничего не получили. Поэтому огромное спасибо ему. Второй момент. Дело, о котором я буду сегодня рассказывать, это огромный риск. Огромный риск. Если какой-то человек скажет вам, что здесь какие-то стопроцентные, 50-процентные гарантии, отсутствие риска, минимальный риск, то бегите от этого человека куда подальше, потому что он вводит вас в заблуждение. Итак, осенью 2012 года я был на очень крупной международной конференции в Санкт-Петербурге. В конце этой конференции ко мне подошел молодой человек, его звали Сергей, и стал мне рассказывать какие-то совершенно невероятные вещи. В тот момент, вот в начале разговора, я подумал, что он бредит, потому что вещи, которые он рассказывал, они какие-то вообще были нереальны. Есть один русский ученый, говорит он мне, и вот этот ученый гений, гений-изобретатель. У него огромное количество патентов, изобретений различных, но одно изобретение – это просто прорыв, прорыв во всем мире, и в первую очередь прорыв для России. И вот этот ученый, говорит Сергей, изобрел новую транспортную систему всего мира. Речь идет не просто о каком-то там поезде новом, или о новом автобусе, или о новом там авто, дороге новой. Речь идет о полном переустройстве всей транспортной системы, к которой мы сегодня привыкли. Это намного безопаснее, говорит он, это намного экономичнее, это намного быстрее, там с Москвы до Питера за один час, это намного экологичнее. В общем, одни преимущества и плюсы. Более того, это все уже доказано, нет ни у кого никаких сомнений в научной среде, что все это работает, есть все необходимые документы, патенты, доказательства, испытания, что все это работает. Был доклад президенту Российской Федерации, на котором презентовали эти дороги, вот новую технологию, транспортную систему. И президент сказал, что ой, вообще как классно, все хорошо, молодец ученый, респект тебе. Но авосыны не там. Почему? Почему, спросите вы, все это не внедряет? Уже десятки лет этот ученый бьется. Потому что денег никто не дает. Сегодня время такое, рыночная экономика. Без денег мы просто зеро, мы ничто. Если нам не дают денег, если у нас денег нет на реализацию данной технологии, то уже никто нам не поможет. Потому что технология – это конкретно что-то сделанное, созданное, что можно руками потрогать, а на это нужны деньги. В общем, мы обменялись с этим Сергеем данными, контактами, разошлись, и я его благополучно потерял. Потерял все скайпы, телефоны, e-mailы, и не мог восстановить связь. И вот две недели назад буквально я узнаю, что оказывается, этот ученый все-таки нашел способ, как пробиться. Он нашел способ, с помощью которого можно вот эту технологию вывести на рынок. Он нашел специалистов, он нашел профессионалов, которые помогли ему. Они создали компанию в Великобритании. И цель этой компании простая. Она на сегодняшний день по сути одна. Построить тестовый полигон. Тестовый полигон для демонстрации заказчикам потенциальным, как все это выглядит. То есть, огромное количество заказчиков, в том числе и прямо страны целые, там Австралия, какие-то страны, там Европы, они стоят в очереди и говорят, мы готовы купить эту технологию для себя, чтобы прибыли взвлекать. Потому что это нас продвинет вперед. Только покажи нам, как это все выглядит в реальном виде. А на это деньги нужны. И они говорят, когда ты нам это покажешь, то мы, естественно, у тебя это купим. То есть, это предзаказ по сути. А для того, чтобы построить этот полигон тестовый и показать, вот как раз и нужны деньги. Цель этой компании, цель номер один сегодня. Построить этот полигон. Вам-то какая разница от этого? Какое вам дело до этого? Выгода вам какая от этого? Спросите вы. Ну и что, что вот ученые есть русские? Ну да, хотим, чтобы у него все получилось. Ну да, хотим, чтобы там Россия вышла вперед. Если в России, вот представьте, с ее территориями будет, будут вот такая новая транспортная сеть. Да мы обгоним вообще сразу всех. Фору всем сразу дадим. Что вам конкретно, простому человеку от всего этого? Какая ваша выгода? А сейчас будьте предельно внимательны, потому что я буду говорить об очень важных вещах. Дело в том, что компания выходит сегодня на рынок, привлекая деньги при помощи необычного метода. При помощи метода народного финансирования. То есть, она не пошла к каким-то олигархам. Тем более, это бесполезно. Они в это не верят. Она пошла сегодня к простому народу, к нам с вами. И говорит, если вы сегодня верите в то, что мы эту технологию реализуем, то уже сегодня мы предлагаем вам стать нашими акционерами. В будущем совладельцами компании. И так как сегодня это для вас огромный риск, потому что никто не знает, что будет впереди, будет ли это вообще реализовано. Это никто не знает. Да, мы делаем все возможное, но это неизвестно. Так как для вас это огромный риск, то мы вам даем сегодня огромные скидки на приобретение данных акций. Огромные скидки. И сегодня, купив эти акции, став акционером компании всего лишь на несколько тысяч рублей, в будущем, когда компания выйдет на рынок, примерно через три года, вы рискуете стать миллионером. В считанные минуты стать миллионером. После выхода компании на рынок. И это не шутки. И сегодня на рынке есть примеры таких компаний. Просто, когда эти компании выходят на рынок, мы с вами об этом не узнаем. Нам об этом никто не говорит. Об этом узнают кто-то где-то там, за кулисами. Они инвестируют. И естественно, их состояние взлетает. Я вам покажу конкретные цифры. Несколько конкретных цифр. Специально вот выписал, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Допустим, если вы сейчас купили акции компании всего лишь на 6 тысяч рублей. Рискнули. Помечаю еще. Рискнули. Потому что гарантии никто не дает. То есть, рискнули, купили акции компании на 6 тысяч рублей. Компания, то в момент старта компании, через три года, эти вот акции, которые стоили для вас 6 тысяч рублей, будут стоить миллион двести тысяч. И это минимум. Потому что этих цен компания стартует. А если вы купили на 12 тысяч рублей, то у вас ваши вот эти акции будут стоить уже 2 миллиона 640 тысяч. Если вы купили на 18 тысяч, то ваши акции будут стоить 4 миллиона 300 тысяч. А может быть, есть люди, которые хотят побольше купить акции. Такие же ведь имеются. Вот вы хотите на 60 тысяч купить. Тогда ваши акции будут стоить 21 миллион. Вдумайтесь только в эти цифры. Рост в 350 раз за три года. Ну, есть вообще такие люди, которые по максимуму хотят. Они хотят на 120 тысяч рублей купить. Тогда у вас будет 62 миллиона через три года. Ну, есть люди, которые дороже хотят брать. Я просто не буду перечислять выше цифры другие. Говорить, потому что многих эти цифры пугают. Даже вот эти вот 600 тысяч пугают народ. Чего же там говорить про 500 тысяч? Итак, сегодня нам предоставляется возможность купить акции, то есть стать акционерами в будущем совладельцами компании за копейки. Почему? Потому что сегодня в это мало кто верит. Потому что сегодня это огромный риск. И за этот риск компания нам платит. Готова платить в будущем при успешной реализации проекта огромный, просто огромный процент. Я еще раз повторяю. Рост в 200 раз, в 350 раз, в 500 раз, в миллион раз, в тысячу раз вернее. Представляете, да, какие цифры? И более того, более того, естественно, среди вас есть люди, которые не верят во все это. Они говорят, что там три года ждать, мало ли что будет там через эти три года. Я не готов сейчас тратить деньги. Компания и для вас приготовила специальный подарок. Для вас тоже есть возможность, как извлекать деньги из этой возможности. Но не в будущем, через три года, а уже сегодня. Компания предлагает нам стать ее, скажем так, представителями. То есть, продвигать компанию на рынок. Я еще раз повторяю, это народное финансирование. Народ мы с вами. Соответственно, мы с вами должны нести эту информацию другому народу. Из уст и уста передавать. Самый простой способ. И компания благодарит сегодня каждого, кто продвигает ее на рынке, пеньонзами, сразу, которые можно вывести. Представьте, что вы подключили какой-то крупный фонд или крупного заказчика, который купил там на несколько миллионов рублей или миллионов долларов акций. и вы с этого отхватили 15%, 10%. Как вам? Эти деньги вы можете сегодня уже взять, вывести вживую, потрогать, потратить. Более того, компания нам платит дважды. Если кто-то по нашей рекомендации покупает этих акций, компания нам платит деньгами и точно на такую же сумму еще и акции дает в подарок. То есть, просто продвигая компанию на рынок, мы можем одновременно увеличивать свое положение сегодня и возможное положение в будущем, потому что акции на эту же сумму нам дается. Такие вот сказочные условия. И еще раз повторяю, чтобы никто не думал, что это вот какая-то там замануха, поэтому все сказочно. Сказочно по одной простой причине, потому что это риск огромный сегодня. Никто не знает, что будет с нашими деньгами, которые мы вкладываем. Да, компания делает все возможное, еще раз скажу, но никто ни от чего не застрахован. И сегодня стоит всего лишь один вопрос. Один вопрос. Кто будет первый? Кто первый придет туда, куда остальные потом притащатся? Кто первый сегодня вложится? Кто первый поверит в компанию? И вот к вам обращается компания, лично к вам. Вы верите в компанию? Если верите, то становитесь акционером. Дальше уже сами что хотите, то делайте. Ждите просто, когда компания стартует и следите. Хотите, продвигайте ее. Это ваше личное дело, вас никто не заставляет. Здесь нету обязательно каких-то условий. Стал акционером и к тебе точно такое же отношение, как и к другим акционерам. Все. Акции вам пришли по почте в бумажном виде, вы их положили в сейф и смотрите на них и, так сказать, молитесь, чтобы все было хорошо, чтобы компании удалось выйти на рынок, так как она это планирует сделать. Для тех людей, которые не верят в то, что это возможно, подумайте, включите логику, включите свой какой-то шкурный интерес. Ну, допустим, это не получилось. Прошло 3 года, ничего не получилось или через 2 года не получилось. вы потеряли 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей за 2 года вы потеряли. Да 6 тысяч рублей сегодня некоторые пропивают за день-день в баре, оставляют. Деньги сквозь наши пальцы просто вот так пролетают и мы их не видим. Пу, и нету их. Как воздух. Мы их теряем. То есть, 6 тысяч рублей потеряли. А представьте другую ситуацию, что у компании все получилось и вы миллионер с 6 тысяч рублей. С каких-то 6 тысяч рублей вы миллионер. А представьте ситуацию, что вы не воспользовались этой возможностью, а ваш сосед по квартире ею воспользовался и прошел, вложил там, не знаю, 17 тысяч рублей, 18. Сколько он там получит, я говорил? 4 миллиона 300 минимум. Вложил 18 тысяч, подождал 2 года и получил 4 миллиона 300. 4 миллиона 300. Съехал в новый элитный дом или в другую страну переехал. Он стал миллионером. Как вы это перенесете? Да вы же локти себе в кровавой лохмотье искусаете. От чего? От упущенной выгоды, от упущенной возможности. Лично я не готов это упускать. Я готов рисковать сегодня. Я готов рисковать постоянно и всегда. Почему? Потому что кто не рискует, тот не пьет, сами знаете что. Еще есть в России поговорочка такая у русских людей. Кто первый, тому тапочки. я хочу быть первым. Каким хотите быть вы, это лично ваше дело. Что нужно делать? Самый главный, самый главный и единственный шаг, который вам сегодня нужно сделать, это обратиться к тому человеку, который дал вам ссылку на это видео, который дал вам эту информацию и сказать ему расскажи мне подробности, зарегистрируй меня, покажи мне как купить акции. он вам все расскажет, он дверь для вас в этот бизнес, он вам все расскажет, ответит на все вопросы, покажет какие-то дополнительные видео, покажет бумажную акцию, если она ему уже пришла по почте, покажет свой кабинет, как это все выглядит и так далее. У меня на этом все, всего доброго, удачи! Игорь Негода